На календаре 1 сентября. Во всех российских школах проходят линейки. Девочки и мальчики надели парадные формы и гордо вышагивают в торжественных маршах. Наша съемочная группа побывала на празднике в первой гимназии имени Ленина. Старшеклассница Рината Айметова, так же как и ее одноклассники, ждала возвращения в родную школу. Я очень рада вновь вернуться в школу. Это, конечно же, впечатление. После лета увидеть всех своих одноклассников и пожелать им успешной учебы. Учителей и школьников поздравили первые лица Ульяновской области. Лучших педагогов наградил Сергей Морозов. Несмотря на массовость мероприятия, меры безопасности соблюдаются. Сегодня на первой школьной линейке всего лишь две параллели. Это первоклассники и одиннадцатиклассники. В школе будет четыре линейки по параллелям. Не будут по графику через некоторое время. Следующий параллель и так дальше. В гимназию пришли не только новые порядки, но и современное техоснащение. В этом году возродили обсерваторию. Уникальной лаборатории. Нет аналогов в Поволжье. Помещение оборудовано сверхмощными телескопами. С их помощью гимназисты смогут рассматривать звезды в тысячекратном увеличении. Рядом с обсерваторией расположился класс астрофизики. Губернатору понравились научные новшества. Сергей Морозов решил развивать и дальше тему космоса. Надо в Самару съездить и выпросить ракету, наставить космическую сюда устраивание. Или с Рогозиной переговорить. Школьники приступят к занятиям 2 сентября. Обсерватория будет доступна не только ученикам первой гимназии, но и ребятам из других школ. В первой половине дня будут проходить уроки физики и астрономии. А вечером в астролаборатории закипит внеурочная деятельность. Виктория Черкова, Руслан Баталов. Новости Уллправда ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова